привет друзья у меня много статей и видео о спортпите о добавках но тем не менее приходят однотипные вопросы и пока я еду на тренировочку сегодня поговорим на эти темы и так часто задаваем вопрос какую фирму употребляю я чаще всего если я покупаю себе спортпит что бывает крайне редко то я предпочитаю фирму дженси это очень крупная серьезная фирма американская но насколько я знаю она недавно появилась уже и в россии поэтому если у вас есть возможность попробуйте эту фирму также я люблю optimum nutrition и ее дочернюю компанию в принципе это одно и то же bsn это две серьезные конторы у которых тоже всегда очень хорошее качество что нужно знать самое главное самое главное друзья когда вы покупаете себе спортпит а вы знаете что мои любимые добавки это аминокислоты bca и в принципе любые аминокислоты которые вы покупаете должны быть в эль форме обязательно потому что эль форма это форма которая наш организм усваивает и эта форма гораздо дороже поэтому секрет почему некоторые добавки некоторые фирмы выпускают дешевле одну и ту же добавку все дело в сырье следующее что нужно знать к примеру для такой популярной добавки как эль карнитин работает он только в ацетиловой форме да на банке так и должно быть написано ацетил эль карнитин желательно в порошке или ликвид это гарантия того что будет хорошее качество что нужно знать еще особенно если вы как и я часто принимаете на регулярной основе ту или иную добавку быца я вот принимаю практически круглогодично нужно выбирать в порошке без красителей и без вкусовых добавок иногда вы можете себе позволять вкусовую добавочку но лучше все-таки без во первых какие преимущества преимущества очень простые опять-таки это касается качество сырья из чего изготовлен продукт потому что очень легко скрыть некачественный дешевый продукт под вкусовой добавкой а когда вы употребляете быца в чистом виде без вкусовой добавки оно такое на первый раз на первый взгляд на первую пробу отвратительная на вкус неприятная горькая но зато вы будете знать точно что вы употребляете быца а не какой-то там другой порошок который опять-таки повторюсь скрывается вкусовой добавкой это касается всех препаратов вообще в принципе все кроме витаминов я стараюсь употреблять либо в жидком либо в порошке для меня это уже как бы закон можно ли смешивать препараты да можно но тогда понижайте дозировки если вы за один прием пищи за один прием спорт пита хотите сразу же принять к примеру быца глютамин тот же l-карнитин то снижайте порцию берите каждого не по целому черпачку а по половинке если это два препарата если это будет три продукта то о одной третьей ну в принципе пропорция вам понятно начинать прием всегда нужно рекомендованы извините технические неполадки с рекомендованных доз на упаковке просто для того чтобы убедиться что у вас нет аллергии на тот или иной препарат и американские производители сейчас очень сильно занижают рекомендованные дозы просто по той простой причине что в америке судебная система так устроена что можно за любую ерунду засудить поэтому им проще занизить нормы чтобы потом не говорили никто что аллергия или какая-нибудь еще болезнь вызвана тем что производитель рекомендовал такую-то дозу какую-то дозировку быца одна из прекраснейших добавок кто бы что вам не говорил даже если это говорит супер рельефный парень что это не работающая добавка или парень ботаник в очках не верьте быца одна из лучших добавок нужно просто уметь ее принимать работает она от 20 грамм в сутки причем нужно принимать и в тренировочные дни и в нетренировочные дни почему-то люди многие считают что в нетренировочные дни можно как-то по-другому обходиться на самом деле в нетренировочный день когда происходит ваше восстановление вам нужны даже больше всех питательные вещества витамины макро микроэлементы для того чтобы ваши мышцы ваша система все системы организма полноценно восстановились это тоже нужно понимать еще вернемся на один моментик который я забыл уточнить касаемо красителей и вкусовых добавок почему еще я не рекомендую их принимать то есть не предпринимать препараты которые содержат красители или вкусовые добавки хотя бы друзья без красителей почему вы знаете что любой препарат любое вещество попадаемая на регулярной основе в наш организм имеет свойство накапливаться в организм а когда она накапливается достигает какой-то определенной концентрации нет никакой гарантии что у вас не будет токсического отравления так вот если красители и вкусовые добавки принимаемые с препаратами быца или любыми другими постоянно на постоянной основе накапливаются в организме с гарантией приведет к такому токсическому шоку и это может вылиться во что угодно начиная от аллергии легкой и до очень серьезной формы именно поэтому никогда не пейте свежевыжатые соки на постоянной основе раз в недельку можно выпить но у меня были случаи когда люди наслушавшись всяких вегетарианцев йогов о полезности этих свежевыжатых соков начинают пить их каждый день мои знакомые купили аппарат преобразователь для соковыжималку грубо говоря и пили несколько месяцев подряд морковный сок жесткая аллергия а если вы еще надумаете к примеру пить свежевыжатый свекольный сок на постоянной основе то вы в течение двух недель получите серьезное токсическое отравление вот почему я всегда рекомендую покупая ту или иную добавочку вы должны понимать что без красителей без вкусовых добавок да сложнее принимать но со временем во-первых вы привыкните может быть даже вам понравится а во-вторых вы не будете рисковать своим здоровьем если вы хотите как-то изменить вкус вот не можете выпить примеру эту отвратительную добавку быца без красителей без вкусовых добавок все очень просто разводите чай и добавляйте чай в ваш разведенный напиток спеца поверьте это сильно меняет вкус или добавайте добавляйте извините кофе даже растворимый подойдет это тоже сильно меняет вкус ну если уж совсем и это будет не очень то добавьте немножечко стевии сами это будет натуральная добавка хотя бы и вы будете уверены что не получите токсического отравления и будете уверены что принимаете качественный продукт бца 20 грамм в день да мы с вами разобрались по 5 грамм за раз или меньше но не больше что касается ацетил л-карнитина опять заостряю ваше внимание друзья только ацетиловая форма на банке так и должно быть написано ацетил л-карнитин это не жиросжигатель как вам впаривают большинстве случаев нет да он захватывает уже оторвавшиеся и попавшие в кровоток жиры помогает их преобразовывать в энергию но если вы к примеру передаете то все равно это выклесная энергия потом вернется опять в виде жира обратно преобразуется в жир вот почему л-карнитин не сжигатель и если вы уже отщепили жир он попал в кровоток то в принципе вам л-карнитин по сути то и не нужен но если вы практикуете тяжелую физическую работу силовую работу и к примеру по глупости своей делаете классическое кардио очень много тогда или карнитин вам действительно может помочь но рекомендую принимать тогда использовать еще и пса для того чтобы защищать ваши мышцы от распада потому что если вы не являетесь юзером стероидов то есть не используете фармакологию кардио классическая будет преимущественно сжигать ваши мышцы так устроен наш организм и нужно как-то их защищать поэтому лично я противник классического кардио как способа избавления от жировых накоплений силовые тренировки плюс грамотное питание и не нужно никакого кардио для того чтобы иметь хорошая красивая подтянутая спортивное сексуальное тело принимать ацетил л-карнитин нужно за 40 минут до тренировки также он очень хорошо вот это нужно подчеркнуть поддерживает сердечную мышцу и те мышцы где очень много как вы уже догадались окислительных волокон митохондрий а сердечная мышца целиком и полностью состоит из окислительных волокон поэтому ацетил л-карнитин для сердечной мышцы шикарная добавка но опять-таки друзья не жиросжигатель запомните в современном мире жиросжигателей не существует все что вам продается впаривается это просто вы выкидываете деньги на ветер это термодженики которые чуть-чуть повышают вашу температуру но это можно добиться и без применения таких вот дорогих препаратов которые продолжают обзывать жиросжигателями какой такими не являются как только был изъят из жиросжигателей эфедрин я об этом уже говорил не раз подчеркнул здесь жиросжигатели перестали быть жиросжигателями поэтому друзья не тратьте свои деньги не ищите волшебных пилюль силовой тренинг базовый тренинг хорошее питание вы гораздо быстрее придете в форму при этом мышцы будут у вас укрепляться накапливаться а не исчезать как если вы примеру будете делать очень много классического кардио что касается такой добавки как аргинин это шикарнейшая добавка на самом деле я часто вам говорил в своих роликах и в статьях что я против современных притренников весь мир сейчас повернут на них все принимают у нас зале по продажам и я думаю во всем мире притренники на первом месте но они также убивают сердце я видел уже у нас три или четыре случая было когда увозили людей на скорой предтреник друзья убивает ваше сердце а чистый аргинин выпитый за 30 40 даже 20 минут до тренировки будет служить лучшим даже так называемым предтреником бустеры окиси азота помните они все в своей формуле и все качественные притренники в своей формуле имеют аргинин поэтому тоже не тратьте огромное количество денег на притренники сохраните свое здоровье сохраните свои денежки а покупайте качественный аргинин принимайте его три раза в сутки когда у вас тренировка то есть проснувшись утром за 20-30 минут до еды потом соответственно перед тренировкой и перед сном аргинин работает только тогда когда вы принимаете его на пустой желудок и работает он помимо того что как памповая добавка как предтреник он идеален для того чтобы выбрасывался в кровь гормон роста он является натуральным стимулятором выбросы выброса гормона роста вот что самое главное и в чем его основная фишка основная полезность обращайте на это особое внимание но попробуйте принимать его особенно если у вас какие проблемы с аллергией с пищеварением как я рекомендовал кроме утреннего приема потому что у некоторых людей прием аргинина утром на пустой желудок может вызывать неприятные ощущения но попробуйте половина дозы один раз два три раза если все нормально тогда принимайте если нет то тогда откажитесь от утреннего приема аргинина следующие две добавки которые тоже очень популярны это глютамин и креатин я очень много уже рассказывал про креатин про то что он на мне сработал только когда я его принимал первый раз не знаю с чем это связано было это 25 лет назад была такая американская фирма мло и я купил две баночки по 100 грамм и у меня получился такой прием я делал загрузку 5 дней по 20 грамм в день а потом по 10 грамм и вот тогда когда я принимал его у меня были реально такие же ощущения как от приема нандролон декана то рита болела еще по тем временам препаратом больше у меня такого никогда не было какую бы я формулу не принимал креатин действительно способен для натурала повышать рабочие веса за счет того что он удерживает воду в организме какие советы по креатину принимайте его по 5 грамм до тренировки 5 грамм после тренировки или 10 грамм до тренировки это поможет вам в ваших тренировках натуральных единственное что не ведитесь не покупайте никакие продвинутые формулы это тоже деньги на ветер лучше всего чистый креатин моногидрат тех фирм которые я вам уже назвал или любой другой американской фирмы что касается глютамина это хорошая добавка можете ее два-три раза в год принимать особенно перед различными эпидемиями гриппа еще чего и она как говорят от многих людей я слышал очень хорошо помогает в этот период помогает вашему иммунитету особенно организм перегруженному силовой работой вы знаете что когда мы часто постоянно грузимся тяжелой физической работой иммунитет у нас немножечко падает и поэтому мы подвержены различным простудным заболеваниям что касается гейнеров протеинов лично я не покупаю не гейнеры не протеины почему если покупаю я я покупаю только я уже об этом говорил комплексный протеин опять-таки почему-то многие думают что комплексный протеин это протеины углеводы нет протеины углеводы где больше всего углеводов это друзья гейнер а комплексный протеин кстати у фирмы optimum nutrition один из лучших комплексных протеинов он так и называется протеин комплекс это значит что в данном продукте содержатся различные виды белка быстрого усвоения и медленного среднего еще если хотите обычно это как минимум четыре разных вида белка два быстрых и два медленных шикарнейшая добавка на все случаи жизни не успели где-нибудь поесть не можете где-нибудь поесть выпили этого протеина и вы уже себя обезопасили от катаболизма но добавив в него банан вы получаете гейнер лучший гейнер который вообще может быть понимаете да как это работает но опять таки я все таки больше люблю есть для выброса инсулина в кровь после тренировки бананы мне это гораздо лучше тем более что банан как и секс и черный шоколад способствуют выработке серотонина в наш это тоже приятно и и так что-то картиночка пропала но судя по всему что-то вы видите да я перестал видеть себя в общем друзья ситуация такая спортбит это хорошо но что нужно помнить самое главное это то что самое главное это не спортбит а натуральное питание питайтесь грамотно качественно через призму инсулина и будет у вас все хорошо и со здоровьем и с прогрессом от ваших тренировок спасибо что смотрели увидимся как всегда тренажерном зале всем пока